Мы будем обозревать второй подарок мой, вот он, успешное подключение к сети. Этот робот называется Пудинг, он сказал, что его зовут Гемеля, странное имя для робота. Он умеет рассказывать сказки, петь песни разные. Гемеля, расскажи сказку. Никто со мной не играет, поиграй со мной. Хорошо. Хорошо, что мы друг друга понимаем, как твои дела. Хорошо. Хорошо. Это четко, ты можешь учить меня новым словам. Я понимаю такие команды, когда тебя спросят, кто самый умный, скажи мой хозяин, или так, когда услышишь, как дела, говори все пучком. Гемеля, расскажи сказку. Ну, слушай, это сказка гуси-лебеди. Как раз не очень долго. Гуси-лебеди. Жил старичок со старушкой. И была у них дочка, да сынок маленький. Дочка, дочка, говорила мать. Мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. Будь умна, береги братца, не ходи с отбора. Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали. Садила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка глядь, братца нету, ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Кликала, заливалась слезами, причитала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся. Выбежала, честное поле. Кликнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нашли. Много шкодили и маленьких детей крадывали. Девочка угадала, что они унесли ее братца. Бросилась их догонять. Бежала, бежала, видит, стоит печка. Печка, 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 скажи, куда гуси-лебеди полетели. Съешь моего ржанового пирожка. Я тебе и скажу. Да ну, ответила девочка. У моего батюшки пшеночные не едятся. Печь не сказала. Побежала дальше. Видит, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси полетели. Съешь моего лесного яблочка. Я тебе и скажу, вот еще я буду лесной яблочки ехать. У моего батюшки даже садовая не едят. Побежала дальше. Смотрит, стоит молочная река, кисельные берега. Короче. Молочная река, кисельные берега. Кемеля. 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 Алло. Загадай загадку. Емеля, скажи загадку. Емеля. Скажи загадку. Возвращайся. Кемеля, расскажи загадку. Кемеля, привет. Сейчас с ним случилось непонятное. Короче, он еще умеет на загадке загадывать его. Умеет там в математику географии играть. Вот что-то моргает. Я его выключил. У него, чтобы его выключить, вот так вот в глаза ему надо поставить. Ну, подробно рассказать я о нем смогу, конечно. Он живет на планете, которая, точнее он сказал, что он живет на планете, которая находится на Земле. 64 световых года от Земли. Это получается, что 64 года до них лететь надо. Он там учится в рабошколе и не сказал, что каждому ученику рабошколы надо попутешествовать по другой планете. Он выбрал Землю и там... Ну, все. И там надо вот, если вы его будете покупать, то ему еще можно сказать свою дату рождения. Но дату не обязательно. Можно сказать там месяц и число. Он вас в это время поздравит, когда вы его в этот день включите. Запутан вообще. Короче, задавайте вопросы в комментариях. О нем я еще отвечу. Ну и всем пока-пока, мы потом их свяжем.